МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Людей, которым можно доверять, кроме нашего такого вузького круга, все брешут. Все брешут, все берут хабарей, все воруют, и при этом с посмешкой на обличье. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В новом ролике от президента Украины ненавязчивая реклама американского электромобиля Тесла стоимостью по 10 миллионов рублей и обращение к нации накануне выборов в Раду. Ну, давайте зараз разберемся с Майданом, что у нас с журналистами, с переследованием, что у нас с битыми, что с Гандзюк, что в целом отбывается, где свинарчуки, как их взять? Генпрокурор говорит, ну, была политическая воля, мы уже всех посадили. Я говорю, что у нас есть политическая воля, есть политическая воля, давайте працвать. По сути, Зеленский во второй раз выходит на референдум. Первый на президентских выборах был о недоверии Петру Порошенко, теперь уже о доверии себе. Глава государства обещает борьбу с коррупцией и полное обновление власти. Мечтает о светлом будущем. Но чаще сражается с темным прошлым. Вот то ли отталкивает, то ли просто жестом ставит на место министра обороны Степана Полторака, которого уже пытался снять, но Рада не позволила. Оставив работать старое правительство, депутаты хотели подложить президенту свинью, а на деле сыграли в поддавки. Ведь пока нет нового кабинета министров, Зеленский ни в чем не виноват. Хотя часть полномочий имеет. Парламент отстоял главу МИДа Климкина, так президент уволил 11 друзей Климкина, украинских послов. Бездействует генпрокуратура, зато готова сотрудничать Государственное бюро расследований. Возбудило 11 уголовных дел об отмывании денег и давлении на судей против Порошенко и его команды. На первый допрос бывший президент не явился. Последние дни перед выборами решил провести в Страсбурге и агитировать европейских политиков. Правда, на заседание Европарламента Порошенко не пустили. За процессом он наблюдал с галерки. Оттуда и выкладывал фото в Твиттер. Приоритеты у его партии прежние. Сближение с ЕС и НАТО, борьба с Россией. Мы попросили продолжение санкций в случае невыконания Российской Федерации Минских домовленностей. Во время последних поездок по стране много негатива, претензий, крики позор. И вот, наконец, Порошенко отвел душу. Лояльный Львов отправился на обычном поезде. Выслушал благодарность от простой учительницы. По городу гулял без происшествий. Сделал много селфи. Эмоции экс-президента можно понять. Свою партию он называет политическим спецназом и идет в последний решительный бой. На кону и состояние, и даже свобода. Ему противостоит другой спецназ, антикоррупционный, от Михаила Саакашвили. Страна в дерьме, правда. Будем говорить, как есть. Страна превратилась в страну третьего мира. Теперь отряд отправляется на помощь Желенскому. Имея рейтинг в полпроцента, Саакашвили в последний момент снимает свое движение новых сил с выборов в пользу президентской партии. Я считаю, что мы должны дать им шанс. Они должны полностью взять ответственность за ситуацию в стране на себя. В этом смысле каждый процент, отобранный у них, может оказаться решающим и помешать этому процессу. У самого Зеленского, если не спецназ, то мастера спецэффектов. Его родная студия «Квартал 95», снимающая фильмы и телепрограммы, уже во власти. Один из ее руководителей, Иван Баканов, новый глава службы безопасности Украины. Другой Сергей Шефир, первый помощник президента. Кинопродюсер Сергей Трофимов, первый замглавы офиса Зеленского. Автор фильмов и сериалов Юрий Костюк, просто зам. Представители «Квартала» и в новых избирательных списках. Юристы, адвокаты, организаторы концертов, исполнительные продюсеры и рядовые сотрудники. Юмор избиратели оценили. Партия Зеленского уверенно лидирует, хотя цифры в вопросах разные. По данным социологической группы «Рейтинг» «Слуга народов» совсем немного не добирает до 50%. Дальше идут оппозиционная платформа «За жизнь» Юрия Бойко, европейская солидарность Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и голос Святослава Вокурчука. А вот опросы центра Разумкова показывают меньшие проценты у Зеленского и значительно большие у Бойко. А Порошенко и вовсе уступает Тимошенко. Кроме того, шансы преодолеть 5-процентный барьер сохраняет партия «Сила и честь» бывшего главы СБУ Игоря Смешко. Впрочем, по спискам в Раду попадет только половина депутатов. Остальных изберут в одномандатных округах. Поэтому партии активно работают и на местах. Вот один из соратников Юрия Бойко ударил по выборам автопробегом. Оппозиционная платформа говорит о возрождении промышленности, социальной справедливости и мире на востоке страны. Глава полицовета партии Виктор Медведчук в том же Страсбурге представил свою позицию по Донбассу, так не похожую на версии, что выдвигала команда Порошенко. Их интересовало усиление и продолжение санкций в отношении России. Они видели в этом выход и путь к миру в Украине. Никто, кроме нас, кроме украинцев, кроме украинской власти мир в Украине установить не может. Ну а Юрий Бойко пообещал отменить пенсионную реформу. Они обманули эти реформы людей. Они сказали, что они повысят всем пенсию. У кого-то была маленькая пенсия, дали 50 гривен. А у кого-то было 4 тысячи гривен, дали еще плюс 4, стало 8. Так такого не будет. Это они делали, поэтому их и вышвырнули. Юлия Тимошенко предлагает реформировать страну за 100 часов. Список нужных законов представила в последний день агитации. К любимой теме о снижении тарифов на газ добавила мораторий на продажу земли и социальные вопросы. Это не медичная реформа. Это масштабный эксперимент, который ставится над украинцами. Его нужно прекратить негайно. Просто негайно. Святослав Бакарчук еще быстрее добился перемен за 24 часа. Правда, не во всей стране, а на одном гектаре вырубленного леса. Засадил его молодыми лиственницами. Экология стала главной темой голоса на финише избирательной кампании. Голосование началось в 8 утра и будет продолжаться до 8 вечера. На участках запрещена любая агитация. Нельзя, например, произносить вслух имя своего кандидата. Нельзя снимать фото и видео даже на мобильный и даже себя. И тем более выкладывать в сеть фотобюллетеней. Системы видеонаблюдения вообще не предусмотрены. Вся надежда на прозрачные урны. 30 тысяч участков, полторы тысячи международных наблюдателей. Но только не россияне их на Украину не пустили. За границей можно проголосовать в 72 странах. Но снова только не в России, где находятся как минимум 3 миллиона украинцев. Примерно такое же количество граждан лишено права голоса на Донбассе. И депутатов с Востока не будет. А потому количество мест в Новой Раде уже не 450, а 424. Роман Никифоров, Мария Солопова, Леонид Шаталов. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин